Перед тем, как вопрос об установлении земельного налога в Сочи был внесен в основную повестку, его тщательно изучили в профильных комитетах и на заседании согласительной комиссии. Сохранены все льготы по земельному налогу тем, кто пользовался ими ранее, в том числе людям предпенсионного возраста. А те граждане, которые ведут бизнес на своей частной территории, должны платить по другой ставке. Коэффициент 0,2 утвержден для земельных участков под индивидуальным жилищным строительством, который используется в нескольких направлениях. Если там есть магазинчик, если есть гостиница, то теперь заявительные порядки в налоговую инспекцию заявляют собственники этого земельного участка, им применяется коэффициент 0,2. Если бы мы это не приняли, то тогда на тех земельных участках, на которых находятся коммерческие объекты, но не гостиницы, коэффициент был бы 0,85, а там, где гостиницы, 1,2. Естественно, он должен быть выше, чем налог на землю с физического лица. Теперь не нужно менять целевое назначение земли. Депутаты проголосовали за новый коэффициент для земельных участков ИЖС, который используется под коммерческие цели. Настораживает депутатов городского собрания Сочи другая проблема. Например, в этом году 450 сочинских предприятий малого и среднего бизнеса прекратили свою деятельность. Также сегодня народные избранники внесли изменения в бюджет города, чтобы увеличить и доходную, и расходную часть. А это чуть больше 133 миллионов рублей. Все полученные субсидии пойдут на решение социальных проблем. В первую очередь на отрасль здравоохранения и на переселение сочинцев из ветхого аварийного жилья. И сегодня депутаты городского собрания Сочи приняли важное решение о бесплатном двухразовом питании школьников с ограниченными возможностями здоровья. Таких детей в Сочи 673. На это потребуется в текущем году 17 миллионов рублей. Они в бюджете есть. Елена Аксицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Решение принято.